Минимальный размер оплаты труда, реклама на квитанциях за услуги ЖКХ и отчетность перед налоговой. Это тема правовых новостей от компании Гарант. Скидки на окна, заказ еды на дом, спутниковые антенны. С 3 июня подобной информации исчезнет с квитанции на оплату услуг ЖКХ. Отныне только тарифы, кубометры, суммы. Установлено, что не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Этот запрет не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения. А меньше чем через месяц, 3 мая, истекает срок подачи декларации по налогам на доходы физических лиц за прошлый год. Представить документы необходимо, если вы продали недвижимость или получили ее в подарок не от близких родственников. Продали автомобиль, сдали квартиру или выиграли в лотерею. Декларацию можно подать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, предварительно заполнив онлайн. Или в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, либо направить почтой. Направление декларации не означает, что гражданин должен незамедлительно заплатить указанную в ней сумму налога. Исчисленные НДФЛ в этом году надо перечислить не позднее 16 июля. С 1 мая в России увеличится минимальный размер оплаты труда, сокращенный МРОД. Он вырастет с нынешних 9489 рублей до 11163 рублей. Тем самым величина МРОД будет доведена до размера прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2017 года. Несмотря на то, что прожиточный минимум в нашей республике ниже, чем в ряде других регионов, на величину принятого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда это не повлияет.